Боровичи отметили 251 день рождения. В этом году впервые райцентр встретил праздник в статусе города трудовой доблести. Эта тема поднималась и в ходе визита губернатора. Андрей Никитин поздравил боровичан и, конечно, обсудил вопросы дальнейшего развития муниципалитета. Об этом Ирина Ускова. Из-за пандемии боровичам не удалось отметить юбилейный год основания города. Так что можно сказать, что 251 годовщину здесь встретили результатами двухлетнего периода. В основном они связаны с благоустройством общественных территорий. Стали преображаться городские скверы, в микрорайонах открылись спортивные площадки и детские городки. На ремонт дорог и тротуаров в этом году область дополнительно выделила 100 миллионов рублей. Новый облик получила центральная улица Коммунарная. В день города здесь состоялось открытие фонтана. Такой подарок боровичанам сделала компания Велина. Победа во всероссийском конкурсе позволила начать реконструкцию набережной, а в ближайших планах местных властей получить федеральное финансирование и на обустройство городской площади. Мы в этом году начали, я это называю первым этапом реконструкции площади 1 мая. То есть у нас нет городской площади в городе, и поэтому мы долго-долго к этому шли. Пришлось даже, по сути говоря, изымать эту площадь с выкупом в дальнейшем. Но, тем не менее, мы в этом году начали первый этап, мы его сделаем обязательно, а уж на следующий год продолжим. Тем не менее, первостепенной задачей на сегодня является завершение строительства школы. Весной к работам приступил новый подрядчик. И уже к ноябрю здесь планируют возвести коробку и закрыть тепловой контур, чтобы с наступлением зимы заняться отделочными работами. Об этом губернатору Андрею Никитину на стройплощадке рассказал руководитель компании. Людей. Поначалу сейчас мы выставим 30 человек сюда. Развернем стройку и добавим сюда. Общее количество людей составит порядка 100 человек. Этого количества должно хватить для завершения этого объекта. В этом году Боровичи получили статус города трудовой доблести. Присвоение почетного звания дало старт общему голосованию по выбору места для установки памятной стелы и благоустройства, прилегающей к нему территории. Любое решение будет правильным. Главное, чтобы людям нравилось. Спасибо. Спасибо вам большое. Мне очень нравится идея благоустройства центра города и формирование новой пешеходной зоны в нашем городе. И также формирование так называемой аллеи поколений, которая связывает памятник Александру Васильевичу Суворову и заканчивается стелой, которая знаменует подвиг наших дедов и прадедов в Великой Отечественной войне. Этой весной Боровичи получили еще одно звание – литературного города России. Так что не исключено, что в ближайшей перспективе это вдохновит местных жителей на создание еще одного уже лирического места отдыха. Возможно, на новой набережной. Сейчас на набережной полным ходом идет реконструкция. Подрядчик обещает сдать объект 1 сентября. И уже очень скоро с красивой набережной можно будет любоваться красавицей мстой и не менее красивыми рассветами и закатами. Ирина Ускова, Гауст Гимандзян. Новости. Новгородское областное телевидение.